всем привет юные наши телезрители я тоже присоединяюсь приветствую рада видеть вас на нашем канале сегодня мы вам расскажем самые актуальные и интересные новости за прошедшее время тогда давай начнем расскажи что у нас сегодня на повестке дня 21 апреля в подмосковье начался досрочный период сдачи в первый день выпускники девятого класса из подмосковья сдали экзамен по математике для них были подготовлены пункт проведения угэ где за ходом процедуры следили 12 общественных наблюдателей каждый пункт проведения угэ оснащен средствами подавления сигналов мобильной связи системами видеонаблюдения результаты экзаменов будут известны не позднее 4 мая резервный день сдачи назначен на 10 мая помню как я сдавала свой первый экзамен девятом классе стресс нервы и бессонные ночи пусть а ты помнишь свой первый экзамен да не помню я да и не готовился вовсе легко слишком было раз у нас пошла речь про образование кусь я не могу не спросить а ты любишь читать обожаю читать но к сожалению только комиксы а ты знал что в россии уже существует не менее 100 комикс-шоп совсем скоро появится еще в нашей стране запустили проект для развития данного формата новый комикс-шоп откроется в екатеринбурге уже в конце мая в магазине преимущественно будет представлены комиксы российских авторов и азиатский контент включая японскую мангу китайский мангу а южнокорейскую мангу вот это ты меня обрадовала теперь буду очень ждать кстати вот еще одна новость парке патриот состоялся второй международный фестиваль день победы я что-то об этом слышала но ты лучше расскажи мне и нашим телезрителям поподробнее кинофестиваль прошел 17 по 21 апреля его значение состоит в том чтобы осветить победу советского народа великой отечественной войне и для продвижения советских российских и зарубежных кинематографистов первый кинофестиваль день победы прошел в конце апреля 2022 года на шести площадках в четырех городах одинцовского городского округа в двадцать третьем году кинофестиваль получил статус международного его география расширилась гостями и участниками кинофестиваля стали кинематографисты из россии стран ближнего и дальнего зарубежья у школьников одинцова благодаря кинофестивалю день победы появилась уникальная возможность познакомиться с творчеством многих режиссеров и узнать новые факты великой отечественной войне угол как это было здорово следующий раз обязательно схожу пусть а у меня для тебя очень неожиданный вопрос ты хорошо разбираешься в финансах конечно книжки по финансам читаю инвестирую а как ты считаешь с какого возраста нужно это начинать да без понятия но думаю чем раньше тем лучше а ты так чему спрашиваешь совсем недавно в финансовом колледже в звенигриде прошел второй квест в мире финансов в нем приняли участие 120 учеников игра помогла участникам лучше разобраться в таких вопросах как планирование собственных доходов и расходов налоги со скольких лет и на каких условиях можно найти работу и в каких сферах есть варианты для заработка подростков свой уровень знаний в области финансов ребята проверили на специальных локациях где ждали вопросы по определенной теме материалы для задания и все необходимое чтобы его выполнить бумага карандаши и ручки всего следуя по маршрутному листу квеста командам надо было пройти 10 тематических пунктов налоги люди государства ответственное потребление зарабатывай сегодня фирмы за 8 минут финансы верю не верю деньги разминка и личные финансы на каждой точке ребята во время поиска ответа на вопрос общались с экспертами узнавали что-то новое за прохождение каждого этапа игры команд зарабатывали баллы в зависимости от результатов сумма этих баллов конце квеста определяла финалистов так как несколько команд набрали одинаковое количество очков победители были определены по итогам дополнительного блиц опросе крутяк я бы хотел тоже там поучаствовать кристина давай карта на стол рассказывай как ты провела день космонавтики да как как никак навалилось много работы у меня не было времени и откладывать обидно наверное но ничего страшного ведь наша молодежная редакция подготовила репортаж о счастливчиках которые победили в космическом квизе привет мозг сегодня 13 апреля победители трех школ в космическом квизе отправились музей космонавтики эта выставка одна из самых популярных достопримечательностей в днх увлекательная поездка организованная одинцовским молодежным центром позволила ребятам увидеть ракеты спутники костюмы космонавтов собственными глазами однако они не просто увидели но и узнали много нового больше всего мне понравилось смотреть на развитие ракетостроения советского до современного и как все у них внутри было обустроено я узнал про то как запускают ракеты в космос про подготовку космонавтов ну и про многие ракеты и двигатели ребята получили ценный опыт и яркие эмоции тайные глубины космоса и сложность космической техники не позволяли школьникам останавливаться у одного экспоната музей слишком большой и времени не хватало ребята пообещали вернуться обязательно только уже на более долгое время поскольку быстро тут не пробежишься и еще не узнаешь прогулка по музею показала ребятам насколько интересной и многообещающей может быть работа в космической индустрии ведь там есть место не только для авиадиспетчеров и инженеров но и для других профессионалов чьи задачи способствуют открытию новых границ и ведут человечество на новый уровень познания первое самое важное что дети могут здесь получить помимо вот этих приятных впечатлений это такая перспектива выбора профессии потому что а здесь в процессе экскурсии можно узнать много нового интересного об именно профессии да о том как работают космонавты да чем они занимаются там и в том числе в быту да и в своей профессии какие перспективы таким образом мы увидели как юные умы стремятся познать тайны космоса и ракет строения кузьма тужиков молодежная редакция телекомпания одинцова повезло тебе удалось побывать а я вот последний раз музей космонавтики было года четыре назад и уже вряд ли оттуда что-то вспомнил ничего страшного музей можно пустить каждый день они только 12 апреля это конечно очень интересно но мне бы хотелось узнать побольше о людях побывавших космосе как они там живут и чем они занимаются тогда у меня для тебя хорошие новости ведь наш молодежная редакция подготовила репортаж о летчике космонавте андрея борисенко сколько весит скафандр и что едят космосе это и не только узнает молодежь одинцова на встрече с летчиком космонавтом героем россии андрей ивановичем борисенко летчик дважды покорял космическое пространство проведя на орбите 337 суток гость рассказал ребятам о работе мкс подготовки к экспедициям и деятельности космонавтов невесомости а также поделился как складывался его непростой путь к звездам для того чтобы полететь в космос от момента отбора в отряд космонавтов до выполнения первого космического полета проходит порядка шести семи лет вот все эти года заполнены всевозможными видимо тренировок и аудитория занятий с которыми я без лаком очень хорошо то же самое что в школе происходит когда сидишь на лекции что-то учишь потом дает шести обедать как оказалось к самой экспедиции можно долго готовиться в самом космосе время ощущается иначе а после возвращения домой приходится заново привыкать к земному притяжению привычки это что-то подвесить рядом с собой и оставить на несколько секунд вот все космонавты рассказывают что сразу же после на следующий утро просто просыпаешь на земле первый раз что-то пытаешься либо подвесить рядом с собой в воздухе сесть на через голову радость либо когда что-то пытаешься положить на плоскую поверхность обязательно ее чем-нибудь фиксируешь там придаваешь какую-нибудь резиночку и еще чтобы туда не сфиксировать предмет потому что это привычки гражданная в невесомости космосе если этого не делали то себе на жилье предмет быстро улетается в течение нескольких секунд и потом много-много часов приходится вы искали школьники с большим интересом слушали андрея борисенко и узнали много нового о космосе из первых уст в космосе я прошусь отлично ведь космос это движение в будущее а я хочу в будущем стать обязательно космонавтом юные журналисты медиа школы центра флагман провели время не только интересно но и с пользой мы снимаем репортаж про это прекрасное мероприятие впечатление прекрасно я очень обрадовалась когда узнала что приедет такой человек к нам мы узнали накануне такие встречи несомненно расширяют круг интересов молодежи и помогают достижение своих целей ведь нет ничего невозможного при упорном труде и дисциплине скорее всего удивил тот факт то что космонавты спят вертикально они горизонтально мне удивила настойчивость этого космонавта то что он с 9 лет столь юного возраста ну у него не его никто не смог переубедить и он добился своей цели и сейчас нам рассказывает об этом удовольствие от встречи получили не только школьники андрей иванович тоже был приятно удивлен уровню знаний молодежи одинцовского округа и креативности их вопросов мне всегда очень нравится общаться с ребятами в рамках различных мероприятий это вот одно из тех и всех форматов которые на мой взгляд очень удачные потому что именно формат беседы позволяет ребятам задать те вопросы которым интересно ну а мне соответственно не ответить уверена после данной встречи будет больше желающих освоить данную профессию ведь столько неизведанного и таинственного кроется в космических пространствах татьяна барбакова олег мещерский молодежная редакция телекомпания одинцова да а вот это было интересно ну я думаю что на сегодня космонавтики хватит как-никак на планете земля живем но что ты предложишь на замену а я знаю одну очень интересную тему ты знаешь что такое электроскрипка чего это как ну тогда следующий сюжет точно для тебя на квартирнике воденцовской библиотеке номер один состоялся концерт талантливой молодой скрипачки нелли букиной исполнительница представила зрителям произведение собственного сочинения а также всеми известные хиты электроинструмент ничем не уступает своему классическому собрату а в чем-то даже превосходит на электроскрипке больше возможностей больше различных эффекты можно применять а так когда играешь все точно все точно так же как на акустике все та же самое нелли занимается музыкой уже 13 лет с отличием закончив музыкальную школу и профильное училище девушка отправилась в путешествие по россии и в каждом городе играла прямо на улице вообще игра на улице дала мне свободу возможность путешествовать не быть привязанной к одному месту заниматься любимым делом ну в принципе я когда играю на улице я стараюсь играть не только там что что у меня заказывает а то что я люблю между выступлениями скрипачка отвечает на вопросы слушателей один из которых был о выборе музыкального инструмента я родилась в москве но выросла в нижнем тагиле и там же получила образование музыкальное все началось с того что у меня папа был музыкантом у него своя студия была в москве и я решила свою жизнь посвятить музыке как он недаром скрипку называют королевой оркестра и царицей музыки ее звуки дали слушателям одновременно восторг покой и умиротворение а благодаря блестящей игре нелли вечер получился по-настоящему волшебным и незабываемым даним зимин молодежной редакции телекомпании одинцова удивительно я даже не знаю что такое существует да я на самом деле тоже ладно давай немного по ностальгируем какие-то книжки читала в детстве ой я обожала маленького принца если честно я и до сих пор иногда его перечитываю а я обожал незнайку на луне меня поражал сам факт что мои любимые герои попали в людный мегаполис ого звучит очень интересно кстати а ты знал что в апреле прошла книжная неделя там присутствовал детский поэт михаил слуцкий нет не знал неужели ты предлагаешь посмотреть нам репортаж молодежной редакции об этом мероприятии конечно неделя детской книги одно из значимых событий отечественной литературы будущая молодежь подмосковья с нетерпением ждет начала выступления поэта михаила слуцкого пусть наша книжная неделя продлится только до апреля но вы читающий народ любите книгу круглый в этом году праздник отмечают восьмидесятый раз это праздник писателей библиотекарей всех кто любит читать независимо от возраста знакомство с литературными произведениями развивают куркозор учат грамотной речи и играют ключевую роль в становлении ребенка как личности нужные книги ты в детстве читал очень очень важно сейчас когда столько отвлекающих различных средств информации всякие гаджеты и так далее это хорошая вспомогательная вещь но книгу не заменит ничто каждая взрослая степлотой вспоминает ту самую книгу которая в детстве открыла для него новый мир пробудила любовь к искусству и к культуре нашей родины литературные произведения актуальны во все времена и сейчас играют важную роль формирование правильных ценностей у подрастающего поколения что это поколение вырастет буквально вот-вот и она сама приведет наших же деточек и мы будем расти все вместе развиваться вот те дети которые сейчас перед нами это наше все наше будущее также на встрече ребята узнали о жизни и творчестве литератора сергея михалкова который работал в разных жанрах писал стихи пьесы басни и даже является автором текстов гимна советского союза и россии затем юные читатели с удовольствием слушали песни и стихи отгадывали загадки и отвечали на вопросы викторины литература основа образования и духовного развития поэтому такое мероприятие очень важно для приобщения молодежи к искусству татьяна барбакова илья павлов молодежная редакция телекомпания одинцола кусь а кем ты хотел быть в детстве в детстве я хотел быть таксистом но стала журналистом к сожалению да с твоим красноречием тебе бы пошло быть оратором или тренером кстати к этому случаю наши коллеги с у тв сделали репортаж о тренерах по плаванию в третьем классе маленькую девятилетнюю девочку надю мама за ручку привела в бассейн одинцовского физкультурно-оздоровительного комплекса тогда она не умела плавать и оказалась там впервые но с того дня с бассейном не расставалась стала быстро учиться и уже через полгода выступила на своих первых соревнованиях и сразу победа она и стала стимулом тренироваться усердно и целенаправленно в четвертом классе выполнила юношеский разряд в пятом третий взрослый и шестом стала выезжать уже на первенстве чемпионата московской области в одиннадцатом классе девочка выполнила мастера спорта поступила в финансовый вуз попала в сборную здесь состоялись главные соревнования и победы в ее жизни надежда стала чемпионка россии европы и мира те эмоции помнит до сих пор самое сложное когда трибуны команды все хлопают кричат россия вперед давай ну это конечно очень запоминается ты так на мандраже очень сильное сердцебиение еще и такой шум участники разных команд ты уже не видишь что где только готовишься к старту ну естественно финальное касание ты понимаешь что все сделано год работы сезон закончен ее мировой рекорд на полторы тысячи метров в моноласте держится до сих пор но не менее важным достижением она считает свою тренерскую работу ведь медали пылятся в шкафу а детские успехи их счастливые глаза искренне радость вне всяких наград главное подобрать каждому подопечному правильный подход важен конечно индивидуальный подход каждому ребенку найти свой ключик видно что девочки более эмоциональные более переживательные мальчики более скрытные с каждым работа идет по-своему кто-то приходит и делает тот конечно ленится с каждым нужно беседовать беседовать с родителями и только вот так создается команда и контакт теперь в том же бассейне где когда-то занималась сама надежда тренирует детей разных возрастных групп в своей работе она использует личный опыт ведь ей как никому известна цена настоящего успеха и мирового золота именно на этих дорожках начался ее спортивный путь именно здесь она продолжает его в своих учениках плавали утром встречались в 5.30 и до сих пор каждый день в 5.30 мой тренер Александр Михайлович сидит здесь он приходит самый первый и когда ты приходишь в притык он уже говорит нет это поздно нужно приходить заранее готовиться настраиваться на тренировку эти принципы применяет и в жизни у надежды настоящая спортивная семья муж тоже тренирует детей а маленькая дочка уже стала победительницы первенства московской области по акробатике и несомненно среди ее юных учеников наверняка вырастут настоящие чемпионы полина бахова илья павлов телекомпания одинцова ждите наших следующих выпусков и подписывайтесь на наш паблик про молодежь в контакте и в телеграме попасть на него можно по этому qr-коду вот см Crus н